Первый выпуск о том, о местах, где можно проводить съемки, оказался таким двояким. Одновременно я не рекомендую сюда идти, и с другой стороны, пожалуйста, смотрите, какие антуражные, атмосферные места. Сегодня мы в заброшенном училище, я специально не буду говорить, где этот адрес находится, потому что мы смогут смотреть наши маленькие зрители, вам всегда рада, но для тех, дядей, которые взрослые уже, если захотите, я не скину адрес и уличку. Начинаем мы сейчас с новой части этого училища, несколько странно выглядит, потому как никак не отделено от старого, который вы сейчас увидите. Тем не менее, здесь отличный ремонт некогда был. Когда мы сюда первый раз пришли, тут было все очень даже хорошо, даже не нанесли потолки, а сейчас здесь все оборвали, сломали отверстия. Да, такой пленки здесь более чем достаточно. Чем-то место было интересно. Здесь не было, точнее, вот эти все нарисованные херни, здесь можно было делать очень атмосферные тадры в заброшках, и было менее опасно. А теперь, эта зона перетерпела уже, кажется, три или четыре пожара. Вообще, довольно жутко это присутствует, теперь уже время, но это было очень тихо. Вот, пожалуйста, то есть, к слову о том, почему не стоит сюда приходить теперь. Покажем второй, ну, уже получается третий, так что мы как-то находимся на втором. Вот вода напрямую здесь. Нужно по-быстрому спуститься вниз. Пожар и водовые сделали свое дело. Самый плачевный для пожара с угол здания, тут уже все сильно прогорело. Даже вот здесь вот уже опасно ходить, потому что пол весь прогнил, прогорел, и может рухнуть в любое время. Ну, он мне показался как четыре часа. Мы когда вышли на улицу, мы так подофигели. Потому что казалось, что мы просто из другого мира вдруг вернулись в свое время, в свое измерение. Жутко. В общем, у нас такое было необычное. Несколько посещений. Начало его было жутким. Я некоторое время просто даже не хотел заходить, боялся голову засунуть вперед, чтобы посмотреть вообще, есть ли там ход или нет. Ну, мало ли как бы по голове тюкнет. И вам рекомендую тоже быть осторожными. Если вы реально сюда собираетесь, то ни в коем случае не едите один. Когда-то здесь было интересно и атмосферно. Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на наш канал, следите. Дальше еще будем рассказывать о других интересных и, скорее всего, уже красивых местах для съемки в Самаре.